приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы тема очень актуальная и я ее назвала так как правильно задать вопрос именно вопрос для меня чтобы я вам правильно могла ответить и начинаем просто с конкретного конкретный пример возьмем например кабачки есть вопросы просто пишут мне почему у меня не плодоносят кабачки почему только цветут почему большие уже плети и ничего на этих кабачках нету вот это такой вопрос смотрите сколько нужно мне знать чтобы ответить и я вот сейчас вот эти такие подпункты вам объясню почему это важно знать в первую очередь сорт сорт или гибрид что это за кабачок очень важно знаете когда-то моя мама выращивала тоже кабачки и очень долго эти кабачки росли у них они собирали семена и это было просто по винограду 10 кустов и и без винограда очень много места занимали эти кабачки выращивались обычные сортовые кабачки и там на одной плети 2 3 кабачка всего на всего формировалась но зато было много цветов но они привыкли к этому когда я привезла семена сначала рассказала что есть вот такие кабачки тогда только искандер начинался вот и им объяснила что вот может быть вот такой гибрид который вот смотрите своеобразные очень короткие стебли не нарастает масса листьев и побегов но зато этот гибрид дает постоянно постоянно наращивает кабачки когда привезла ей посеяли и она это увидела она сказала слушай так мне нужно всего-навсего тут три квадратных метра я могу этими кабачками а у них птица была хозяйство различные животные и они просто напросто использовали эти кабачки для того чтобы подкормочку делать для своих питомцев и когда она это увидела она ахнула говорит так я не думала что такое может быть когда-то рассказывала думала что это какая-то история интересная это волшебство и она называла волшебными эти кабачки они называются всего на всего искандер это новые кабачки это иностранная селекция есть кстати и отечественные какие-то в россии я знаю занимаются но к сожалению очень много и часто есть подделок и просто-напросто берут выращивают гибриды вот такие собирают семена и потом продают я уже показывала видео что из этого получается из этого ничего не получается это деформированные какие-то растения урожая нет поэтому я всегда покупаю профессиональные семена вот очень важно почему нужно знать что это за сорт и как он будет себя вести ну и следующий момент нужно обязательно описывать когда задаете вопрос расскажите мне на какой почве вы выращиваете при какой температуре посадили потому что температура почвы в этом году играет очень важную роль просто взяли посадили рассаду в холодную почву шли дожди температура была очень низкая плюс 8 и долгий период естественно кабачки просто-напросто не плодоносили и не могут корневая система зачастую гниет это только там где вот короба устанавливают и у них органика то да и это еще и не южные регионы потому что у нас уже сейчас установились установилась очень ну очень высокая температура в тени 33 но в после дождика сейчас чуть чуть лучше и я спокойно стою в это время уже жара бы стояла несколько дней назад что на улице невозможно было находиться естественно вот эти резкие перепады вверху воздуха и почвы холодной тоже не дают растению развиваться молодого корневые гнили будут почве развиваться и не получите урожай от этого растения она будет мучиться будет даже что-то где-то делать цвести на плете ему хватит питательных веществ и работы корневой системы но на больше они не смогут рассчитывать следующий очень важный момент снова же вот так чтобы зрительно тоже могли запомнить поливы если да если открытый грунт и дождь идет тут уже ничего не сделаешь но можно только просто отдавать воздух в почву вспушить землю приподнять посадку подсыпку сделать для того чтобы вода не застаивалась но еще опаснее вот это поливы во время вот этих дней стихии воздуха когда растение занято дыханием вот этот момент очень важный в это время просто-напросто корни начинают задыхаться и гниет если корни гниют и такие вот если выкопать вот присмотреться там и становится вот эти ворсиночки вместо белых становятся коричневыми и вот это этот момент очень важен не поливайте в эти гнилые дни у нас есть уже видела как можно поливать отводите вот эти поливочные ямы подальше от корня и вокруг подальше от него поливайте потому что поливы в дни стихии воздуха приводят гибели растений постепенно желтеет плоды сначала начинают желтеть а затем и само растение желтеет и погибает еще очень важный момент это все технология это все очень важно и ничего здесь из мелочей нету подкормочки какие подкормки вы делаете есть я я тоже кстати когда отстрадала когда были у нас были коровы и животных было много вот это все время в бочке бродила заливаешь да даже вот такие кабачки нарастает зеленая масса но перекорм тоже очень плохо для растений не докормить плохо и перекормить тоже очень плохо поэтому важно знать на каком этапе что нужно в начальном этапе очень важно иметь в этом удобрении вот азотное удобрение но лучше всего все таки комплексное удобрение но и посадка самого кабачка должна быть в органическую подготовленную среду как мы делаем в бочках мы показывали с осени как мы сюда залаживаем вот эти бутерброды делаем различные травы земля причем берем дерновую землю и вот это слоями слоями закладываем и к весне уже к лету вернее уже эта почва готова и там органики предостаточно поэтому мы не увлекаемся и сюда даже зеленые удобрения не использую знаю что там достаточно а уже комплексные органические снова же удобрения знаю что комплексные нужно давать ну а вот уже идет у нас образование плодов тут уже фосфор калий нужен потому что без этих элементов никак не пройдут дела но не будут формироваться наши кабачки ему нужно нужно это питание и еще обязательно нужно хотя бы раз в месяц кальций давать обязательно тоже кальций снова же органика но если нет органики тогда кальциевая селитра как обычно для всех растений тоже можно вот это удобрение использовать по листу 15 миллилитров не больше 15 миллилитров это я жидкие свои оставлю вам нужно всего-навсего от 10 до 15 граммов на 10 литров воды и по листу опрыскивания провести следующий в следующий важный такой пункт это мульча состав мульчи и температура почвы это очень важно когда вы описываете свою проблему расскажите пожалуйста какая мульча если допустим мы испытали зеленую траву подсыпали под растение и получилось что стали растение желтеть когда мы глянули вниз но чтобы что происходит в таком случае зеленая трава забирается азот начинает перерабатываться и растение угнетено и сейчас очень важная такая проблема повсеместная было очень холодно почва холодная но и первый день теплый решили замульчировать замульчировали почва не прогрелась тоже вот этот контраст температуры воздуха сверху и контрастная температура низкая сравнительно температура почвы там где находятся корни так что нужно лучше подождать лучше прогреть почву а затем мульчировать и мульчировать сухими то ли это солома то ли это трава нужно провялить но не ставить вот этот слой зеленый толстый слой зеленой травы и свежей скошенной травы и мульчировать это тоже очень важно но и очень важный такой пункт еще мелочей не бывает где вы выращиваете это закрытый или открытый грунт это тоже важно для разных культур разные условия и разные снова температурные условия и естественно снова же там же в этой в теплице это одно на в открытом грунте это другие условия это очень важно где вы выращиваете вот я вам кратко перечень такой дала вопросов которые на которые вы должны ответить прежде чем получить ответ вы можете задать свой вопрос пользуясь соц сетями там можно через сообщение просто отправить фотографию и описать вот проблему то есть вы расскажете мне какой сорт каких условиях выращиваете что это проект как происходит очень многие пользуются уже не один год вот этим в этой возможностью и я когда вижу и вредители и вижу описание вот этих всех технологических вопросов что когда делалось тогда очень легко можно ответить и понять суть проблемы поэтому вот я на просто на примере кабачков потому что по ним сейчас очень много вопросов я вам подсказки дала что вы должны описать одно у меня вот чего-то не растет или желтеет листья или погибает это ни о чем это вопрос ни о чем я не могу переместиться к вам туда и увидеть и задать эти вопросы берегите пожалуйста свое время берегите мое время чтобы не было наводящих вопросов возвратов к старым темам пожалуйста сразу же задавайте вопрос но он должен содержать вот эти все моменты название сорта как вы выращиваете чем подкармливаете когда мульчу укрыли какая температура воздуха идти какая температура почвы это тоже легко можно измерить я вам показывала как это делается вот такие вот сегодня важные подсказки для вас чтобы именно я смогла ответить на ваш вопрос не пространный вопрос а конкретный вопрос по данному растению по данному сорту так как мы выращивали очень много уже за свою жизнь разных сортов гибридов есть какой-то опыт хороший мы можем об этом говорить и дать вам весомые подсказки важные подсказки чтобы вы могли исправить положение со своими растениями ну что ж раиса горяченко александр волик на примере вот этих кабачков показали вам что нужно знать для того чтобы задать правильный вопрос и надеемся что следующие вопросы уже будут более полные как это делают уже многие и если есть возможность еще и фотографии отправляется через соцсети для того чтобы можно было вам ответить как можно быстрее и не предполагать какие-то возможные условия или события для ваших растений мы прощаемся с вами до следующего видео всего вам самого доброго до новых встреч на нашем канале